Маршрут оказался сложным. Долгий путь лежал по крутому склону сквозь лес. Через несколько часов работы поисковики находят обломки самолета. Единственный недостаток, можно так сказать, что у них был фанерный хвост по началу 43-го года. Они производили до 43-го, 44-го года. То есть фанера была обшита элементами обшивки алюминием. Зачастую даже просто была фанера, крашенная краской. То есть в случае, если попадали в хвостовую часть самолета, это наносило огромный урон самолету и приводило к его гибели. О воздушном судне говорится в журнале боевых действий. В апреле 44-го шла операция по освобождению Севастополя. Звено советских самолетов отправилось на штурмовку позиций противника. Самолет шел как можно ниже к поверхности, дабы зенитчики не могли вовремя засечь цель. То есть когда у него скорость около земли была 300-320 километров, они просто не успевали среагировать. В это же время на перехват советских штурмовиков взлетела четверка немецких мессершмиттов. В воздухе завязался бой. Два наших самолета пострадали. Один из них рухнул в Мартыновском обраге. Зачастую применяли для штурмовки колонн противника, бронетанковых колонн. Использовали ПТАБы. Это противотанковые авиационные бомбы. Вес такой бомбы составлял всего лишь 950 грамм. 400 килограмм таких бомб мог уничтожить абсолютно любую колонну бронетанковых войск. Благодаря номеру, сохранившемуся на редукторе, удалось узнать имя командира авиационной эскадрильи. Это Корней Ефременко. Именно он был за штурвалом в тот роковой день. Рядом с ним стрелок Петр Таток. На месте крушения самолета севастопольские поисковики собираются установить памятный знак, который увековечит подвиг, совершенный 73 года назад. Алина Пчелинцева, Севонформбюро.